Но начну я, пожалуй, с момента, который доставил мне немало боли при прохождении этой игры. Оптимизация. То, как она сделана, больше похоже на фанатский мод. Чаще они делают что-то очень сильно лагающее. Но вот не подружили разработчики движок игры с многопоточностью. Процессор просто как умалишённый долбится в одно ядро, и драгоценные кадры в секунду пропадают, когда на экране происходят взрывы. Так что лучше не взрывай, ну хотя бы в этой игре. Когда много противников, глазам становится больно от того, как фпс просто исчезает в никуда. Из-за чего вести бой с большим количеством врагов бывает весьма непросто. Лаги в игре могут происходить и от слишком больших локаций. Ну и есть огромная арена. Ну ты это, потерпи, так мы ещё врагов тебе забросим. Да побольше, чтобы комфорта было поменьше. Минимальные настройки графики, конечно, помогают, но это всё практически ничего не даёт. Как было не особо играбельно, так и осталось. И решение этой проблемы не нашлось в интернете. И не только количество кадров в секунду способно доставить боль. Увидели текстурки на минимальной графике. Вот это, например, лава. Как вам это зрелище прямиком с первой консоли PlayStation? Я не тот человек, которому так важна графика. Но вот если ради такого вот уровня надо иметь неплохой компьютер, ещё получать вот это, то тут уж извините, у вас всё очень плохо. Вот системные требования игры. И мой персональный компьютер не просто им соответствует, он их превосходит в несколько раз. И вот к нестабильному количеству кадров в секунду добавляется не совсем отзывчивое управление. Например, такой важный момент, как уклонение, выполнен неудобно. Ибо всадник по имени Война медлителен. Но вот нажал ты кнопку ворота, и ты получил несколько кадров анимации того, как Война выходит из рывка. Во время этой самой анимации игрок теряет контроль над персонажем. И то, что такое происходит, надо учитывать во время боя. Потери контроля, пожалуй, одна из таких механик, которой надо пользоваться очень осторожно. Ибо если в игре есть множество способов потерять контроль, то это создаёт не очень приятный опыт. Чем чаще у игрока отнимает возможность совершать действия, тем больше его бесит невозможность управлять героем игры. Второй способ – это удары противника. Не весь урон от врага даёт этот эффект. И, к правилу, комбо-атаки не дают что-либо сделать. И так, например, попадание в это самое комбо бесит, ну, не очень сильно. Дело в том, что серия ударов врага очень короткая и занимает всего несколько секунд. И это значение старается быть меньше 10, а даже, наверное, 5 секунд. К крайней мере, мне трудно вспомнить, чтобы враг наносил непрерывные удары дольше, чем это время. Но это всё касалось либо обычных, либо комбо-атак. Есть враги, которые имеют в своём арсенале зонящие атаки, и во время них неприятели могут передвигаться. Но в эти атаки крайне трудно попасть, ибо их скорость очень низкая. Но перед тем, как использовать этот приём, у врага идёт довольно длительная анимация, которая сильно отличается от других. Так что заучить, в какой момент надо отойти подальше, нетрудно. И из всех этих элементов бесит только рывок. Почему атаки врагов почти не раздражают, я уже говорил. Большая часть противников является лёгкими, и их можно откинуть, поднять воздух. Вообще, швырять так, как вам захочется, лишь бы был нужный приём для этого. И вот из этой особенности вытекает возможность контролировать врагов. Проще говоря, когда на арене появляется такой враг, которого нельзя швырять, как вам вздумается, надо решить, что с ним делать. Оставить его на потом, и уничтожить в начале всех мелких врагов, или же сосредоточить все свои усилия на нём. Периодически отправляем иллюзгу куда подальше, дабы не мешалось. Конечно, можно всё это совмещать. Иногда выгодно поубивать не самых больших врагов, дабы накопить энергию хаоса и использовать хаотическую форму войны. А если вы не любитель ближнего боя, то можно закидать врагов предметами, которые имеется возможность поднять и метнуть, или применить одно из дальнобольных орудий. Правда, полноценным оружием это трудно назвать, ибо их урон крайне мал, и это скорее дополнительные инструменты для боя. А некоторые локации с удовольствием предоставляют возможность выкинуть неприятелей в пропасть, дабы не махать оружием лишний раз. Но, к сожалению, других взаимодействий с врагами нету. Никаких тебе интерактивных объектов на арене, помимо предметов, которые можно поднять. Иногда во врага можно кинуть бомбу, но то время, что будет потрачено на это действие, слишком велико, а урона от взрыва слишком мал. Это такие капли, что их недостаточно даже для того, чтобы убить самых слабых врагов. Это люди, которые подверглись изменениями, уже, можно сказать, перестали быть людьми. Это некоторые летающие гады, например, летучие мыши, и вот такие вот маленькие паучки. Почему это самые слабые враги? Ну, дело в том, что для их добивания нужно просто приблизиться к ним и нажать соответствующую кнопку. А для добивания всех остальных надо нанести им урон. Этих хилеков можно использовать как небольшие хилки. Они за то, что ты их добил, дают тебе совсем чуть-чуть здоровья. Да, хотелось бы побольше возможностей взаимодействия с врагами. Так, например, в игре присутствует способ замедлить время. Это самое замедление почти нету возможности использовать в бою. Было пару моментов на одной из локаций, но там удалось добежать до врага и нанести ему пару ударов. И вот в этой локации можно сполна поиспользовать эту возможность. Хотя я понимаю, почему нам почти не дают таких моментов, ибо они смотрятся и чувствуются не очень-то интересно. Но почему я вообще решил затронуть эту тему? Дело в том, что инструментов, если их так можно назвать, в игре целых шесть. Это метательный сюрикен, пистолет, горн, абордажная цепь, портальная пушка и маска теней. В быстром доступе можно иметь всего три предмета снаряжения. Иногда приходится заходить в меню и выбирать другой элемент снаряжения, что не очень-то и удобно. Да и хороший геймдизайн должен сокращать необходимость заходить в меню или превращать это в полноценную интересную механику. И вот имея столько предметов, способов взаимодействия с врагами крайне мало. При помощи горна можно в прямом смысле издувать своих врагов. Пистолет и сюрикен дают возможность атаковать на расстоянии. Цепью можно притянуть некоторых неприятелей, а к другим притянуться. А уникальный противник для этого инструмента один. Это большая паучиха, с которой, используя цепь, надо снять панцирь. Портальная пушка в основном используется для решения головоломок. И применить её можно только против одного врага. И то это скорее мини-босс или враг-головоломка. А маска нужна только для попадания в мир теней, где скрыты некоторые враги и объекты. И то, когда мы получаем эту самую маску, врагов уже в этом мире не остаётся. Раз уж пару строк назад я упомянул головоломки, то давайте разберём и их. Darksiders предлагает разные геймплеи своему игроку. Это, конечно же, классические битвы с врагами, элементы следования и запоминания местности для того, чтобы потом вернуться с необходимым снаряжением, для того, чтобы достать сундук и эти самые головоломки. Игра будет постепенно выдавать игроку новое снаряжение. Первое, что мы получаем в своё распоряжение, это Горн. И он не открывает никаких головоломок. Он нужен для весьма простой задачи. Это пробудить вот этих вот великанов, которые служат здесь вратами. Тюрикен же обладает куда большими возможностями. Например, если сначала бросить его в огонь, то он загорится, что позволит взорвать некоторые виды бомб. Но также иногда необходимо до этих бомб провести источник огня, путём зажигания других факелов или труб с газом. Ещё он даёт возможность удалённо взаимодействовать с некоторыми переключателями. И он является основным предметом для решения большинства головоломок. Цепь позволяет притягиваться или раскачиваться на чётко расставленных точках. Портальная пушка создавать, собственно говоря, порталы, которые используются для того, чтобы забраться повыше. Или для того, чтобы провести луч и душ. Как и с предыдущим предметом, порталы можно ставить только на определённые поверхности. А маска теней позволяет видеть некоторые предметы, например, все те же точки для цепи. Эти самые головоломки не состоят прямо из всех этих элементов. А я назвал их не все. Даже ближе к концу игры потребуется максимум три предмета из трёх доступных под быстрый слот. Просто иногда, как я и говорил, придётся настраивать эти слоты. Эти самые головоломки редко бывают очень сложными. Очень часто ты упускаешь что-то из виду. Причём в прямом смысле этого слова. Вот тут, например, я очень долго не мог пройти. Было непонятно, а что же дальше делать. И как оказалось, надо было просто запрыгнуть вот на эту стену и подняться наверх. Но провёл в догадках я доброе количество времени. Самая, пожалуй, сложная головоломка, и на которой я застрял именно из-за того, что я тупил, это вот эти вот лифты. Или как их назвать-то? По ним надо забраться на самый верх. И вот ты прыгнул на крышу одного лифта, тебе надо опустить другой лифт. Потом тот, на котором ты стоишь, надо поднять. И поднимать, опускать эти платформы нужно при помощи груза. А этот балласт доставить можно только при помощи портальной пушки. В основном загадки нетрудные, но из-за их количества порой можно потратить от 15 до 60 минут, а то, чтобы пройти их все, благодаря чему создаётся контраст в геймплее. Вот ты порубил демонов с ангелами, и уже через несколько сражений бегаешь и решаешь загадки. Ну давайте опять про управление. Играя в Darksiders, ты ощущаешь себя пианистом. Серьёзно, столько клавиш надо нажимать во время боя. Ещё повезло, что у меня мышка с дополнительными боковыми кнопками, и меню расходников со спецприёмами я поставил на одну из боковых кнопок. А так приходилось бы нажимать кнопку на клавиатуре, но больше всего неудобно было метать предметы или использовать сюрикен на несколько целей. Ибо тебе сначала надо нажать кнопку прицеливания, потом зажать клавишу для выделения нескольких целей, а если всё это происходит во время боя, то ещё и заранее зарядить сильную атаку. Так ещё нужно уворачиваться от вражеских приёмов, что уже вынуждает следить за очень многим. Плюс сама камера прицеливания сделана неудобно, наводиться на врагов или интерактивные объекты просто неудобно. Что, как вы понимаете, даёт вполне сомнительный опыт использования всего этого. Конечно, никто не мешает кинуть что-либо не целясь, но и никто не обещает, что сделав так, вы попадёте туда, куда вы хотели. Есть и разбавление геймплея путём сосредотачивания на стрельбе. Вот тут война угоняет, а точнее крадёт Грифона, и получает в свои руки оружие ангелов. Ну вот, сиди и уничтожай врагов при помощи дальнобойных атак. Чем-то это напоминает ракету из байонетты, ибо то и то сделано весьма затянуто и быстро надоедает. Но это далеко не единственный момент, когда надо стрелять. Тут, например, всё начинается с маленькой битвы с ангелом. После победы над ним, из него выпадает его оружие. И подобрав его, можно из него, конечно же, стрелять. Но это оружие тяжёлое, поэтому война с ним передвигается крайне медленно, но зато это оружие наносит огромный урон. Но этот эпизод о разнообразии был выполнен, как по мне, не очень. Ибо для того, чтобы его пройти, мне пришлось вернуться за здоровьем. А пушку я не выбрасывал по той причине, что я не знал, пропадёт она или нет. Из-за чего вот так вот медленно и потихоньку я проходил. И этот эпизод довольно-таки долго не получалось у меня пройти, ибо количество врагов крайне большое. Ну а ещё я какое-то время не мог заметить то, что это оружие с этого ангела падает. Потом мои первые 2-3 попытки я проходил без этого оружия. Но тот урон, что может выдать война, недостаточен для того, чтобы пройти этот эпизод. По крайней мере я его не мог пройти. А играл я всё-таки на максимальном уровне сложности. Но не только с ангелов падают пушки. Так, например, демоны тоже не прочь поделиться своим дальнобойным оружием. Конечно же, пушки ангелов и демонов отличаются. У демонов это копьемёт, и эти самые копья взрываются. И как вы понимаете, заметь вот такого вот тяжёлого демона или ангела с оружием, он становится целью номер 1 для того, чтобы добыть эту смертельную игрушку. Но так вот, это ещё не все неудобства с камерой. Частично её можно назвать японской, ибо она порой берёт вообще непонятные ракурсы. Благо, во время боёв это почти не происходит. А в основном камера показывает не пойми что при паркуре. Хотя и паркуром это трудно назвать. Эта механика здесь сделана максимально поверхностно, так что разбирать тут нечего. А некоторые приёмы требуют вхождения в мною так нелюбимый режим отслеживания врага. И вот для этих приёмов надо нажимать ещё одну кнопку. Итого, есть кнопки передвижения, V, A, S, D, кнопка захвата, которая ещё и отвечает за добивание, кнопка стрельбы и кнопка для пометки более чем одного врага или предметов, кнопка рывка, прыжка, меню инструментов, меню расходников и спецатак. И конечно атаки на клавиши мыши. И да, проходя эту игру я чувствовал дежавю, ибо что-то похожее я где-то видел, но где? А, точно, это мне всё очень сильно напомнило 3 Good War. И вот посмотрите, наш герой очень сильный воин, который в самом начале игры теряет все свои силы. Но только если в боге войны Кратос падает с горы Олимпу, что можно назвать визуальной метафорой, то война просто лишается сил от некого горна или ещё чего. В то время как Спартанец падает в реку мёртвых, они забирают его силы. Ещё чем мне напомнила эта игра эксклюзив Sony, так это багами. Посмотрите на то, как Кратос совершает множественные маленькие прыжки и то, как это делает война. Согласитесь, но один в один. Правда Darksiders вышел раньше, так что это всё просто случайное совпадение. Но схожести с богом войны на этом не закончились. Эта игра крайне сильно напоминает последнюю игру про Кратоса. Именно тем, как устроен псевдо-открытый мир. Не хватает только центрального сооружения, из которого можно отправляться в разные миры. А так этот мир разделён на условные зоны. Эти зоны являются владениями боссов, но об них не сейчас. В игре также присутствует элемент запоминания особых мест и возвращения к ним после разблокировки новых предметов. И этот элемент сделан невероятно скучно. Но большинство локаций очищаются от врагов навсегда. И война вынуждена спокойно идти назад. Некоторые зоны сделаны таким образом, что после получения новой способности, нас возвращают чуть ли не в самое начало локации. И что позволяет избежать унылого возвращения. А возвращаемся мы ради собираемых сундуков, в которых лежат приятные бонусы. От сфер, которые могут повысить как запас здоровья всадника, так и его шкалу особых атак. В сундуках также могут быть и души. Всего три типа этих душ. Первый это зелёные, которые восстанавливают здоровье. Следующий тип это синие, местная валюта, которая нужна для покупки приёмов оружия и расходников. И последний тип это жёлтые, которые восстанавливают шкалу спецприёмов. И эти элементы опять же напоминают всё ту же серию игр. И как и в третьем блоке войны, тут есть добивания. Правда они весьма однообразны и довольно быстро надоедают. А вариантов с добиванием вроде как два. Но как вызвать другое добивание мне не совсем понятно. А вариаций взаимодействия с врагом, которого можно добить нету. В том же боге войны можно было метнуть врага, взять его на ручки и использовать как таран. В добивании некоторых больших мобов на них можно залезть и ударить один раз врагов все верхом на огромном монстре. Может можно и больше, но у меня всегда получалось только один раз, что выглядело не так эпично. Перейдём к местной прокачке. Она завязана как на душах, которые можно получить убивая врагов, так и на простом опыте. Этих самых душ, что я получил, не хватило, чтобы прокачать все умения. И фармом я почти не занимался. Единственное исключение это босс, которого я не мог победить и решил пофармить. И тот от забега за душами длился где-то минут 20. Так что для разблокировки всего и вся придётся заняться этим делом. А для прокачки всего оружия на максимальном уровне тоже придётся гриндить. Ибо за всё прохождение я успел прокачать на максимум только меч войны. А кацай перчатки так и остались на начальных уровнях. А чтобы получать этот самый опыт, надо наносить тем или иным оружием урон. Вот что очень сильно раздражает, так это невозможность пропустить катсцены. И то, что много этих самых сцен расставлено перед боем. А чекпоинты расставлены как раз перед роликами. И вот так ты проиграл боссу в очередной раз и смотришь опять одно и то же. Правда с боссами их можно пропускать где-то через 15 секунд. И вы наверное уже представили каково это смотреть одно и то же. Игра понапихала катсцены очень плотно и много. Порой ты только посмотрел одну и через несколько секунд вот уже другая. И на многие рычаги во время головоломок стоят мини-видео, показывающие, что собственно этот рычаг сделал. А иногда эти сцены поставлены посреди боя. И вот некоторые из этих сценок, которые есть посреди битвы, могут вырубать хаотическую форму. Что очень обидно. Ну вот ты накопил наконец-то на временный баф. Решил использовать его. И вот тебе показывают в маленьком видео нового врага. И после этого война выходит из хаотической формы. И как бы все, копить теперь же на нее опять. Хорошо, что заполнять эту шкалу нужно не заново. А вот некоторые видео вставки не переводят войну в обычную форму. И вот тут например случился крайне неприятный баг. Катсцена просто не воспроизводится дальше, из-за чего я так и не узнал, как война вернул себе свою лошадь руин. И этот баг коснулся, увы, и другого видеоматериала. Но тут хотя бы была речь, так что упустил я заметно меньше, чем в случае с руиной. Что же до боссов, то первый из них это Тиамат. И этот враг интересен тем, что требует, чтобы в него попали бомбы. Дабы сбить эту летающую бестию. Что сделать в первый раз крайне легко, но вот во второй уже придется попотеть. Вообще можно выделить несколько типов боссов. Это те, которые требуют к себе взаимодействия только оружием. Или те, которые требуют к себе особого подхода. Грубо говоря, это враги головоломки. Тиамат как раз один из таких боссов. И еще в этот список входит тот враг, с которым нам придется сразиться не один раз. Это защитник. Его головоломка очень проста. Он находится на арене, где есть возможность поставить порталы. И нам надо дождаться, когда совершится одна из его атак. Которая лишит его подвижности на некоторое время. После чего прыгнуть в один из порталов. Взлететь вверх и приземлиться на его голову. Где ударом меча мы отключим его силовое поле. Что даст нам возможность наконец-то нанести ему урон. И так надо сделать несколько раз. После чего его можно добивать. И вот несмотря на то, что мы встречаем этого врага несколько раз. Каждый раз надо немного подумать. Вот тут например нужно, чтобы он своей атакой сломал решетку. Дабы потом была возможность поставить портал. Есть боссы, которые не требуют к себе никакого такого подхода. Это например Урил. И наша задача просто тупо надавать ей тумаков. Нет, такой тип особо жирных врагов тоже хорош. И среди них выделяется только Уилтейн. Когда ты начинаешь биться с ним, то он говорит, что наши атаки его почти не задевают. И тут-то игрок начинает думать, а как же все-таки победить его. И вот тут я начал кидаться в него машинами. Что не дало значимого результата. Потом я попробовал спецприемы. Но и они не оказали должного эффекта. Вот после всего этого я случайно заметил, что ударив его, восстанавливается часть полоски хаотической энергии. И для того, чтобы нанести ему урон, в эту самую форму нужно войти. И вот все остальные боссы, которых надо просто бить, увы, такими деталями не обладают. Самый унылый среди них является Селита. Во-первых, этот босс имеет фаз беспомощности. Это когда она просто встает посреди комнаты и ничего не может сделать. Второй момент, что она требует от игрока очень часто уворачиваться. И из-за того, что ворот имеет сталью, когда игрок не может совершать других действий, от ее атак получается увернуться не всегда. А Селита может телепортироваться, так что не всегда знаешь, какую атаку она использует. И этот самый босс, который вынудил меня пофармить. Как оказалось, это была бесполезная идея, ибо торговца на этой локации нету. А победить ее удалось благодаря тому, что было найдено легендарное улучшение. Из-за некоторых минусов и некоторой вторичности, игра ощущается как-то не так. Ну, это отчасти компенсируется весьма интересным лором, а другую такую часть заставляют забыть головоломки. И вот это все немного странно. Я не мог на протяжении недели начать говорить об этой игре, а вот теперь я увлеченно рассказал об ней минут на 15, а может даже и больше. И мне не хочется начинать вторую часть, ибо от этой серии игр мне требуется отдых. Что опять же очень странно, ибо игра мне сама в принципе понравилась, и положительных эмоций было больше, чем отрицательных. И вот моя речь подошла к концу, так что удачи вам.